Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Это Ольга Швет. Я финалист двух всероссийских конкурсов Makeup Art Awards и профессиональный турнир Inglot. Оба конкурса 2014 года я бы хотела поделиться с вами своим опытом. Я давно мечтала сделать проект, в котором я смогла бы делиться с профессиональными визажистами, профессиональными секретами, тонкостями, может быть, помогать новичкам. Но так или иначе, косметический мир разнообразен, в нем можно заблудиться, потеряться и утонуть в этом море косметики. Поэтому, девочки, настраиваемся. Если вам интересно, как себя ведет профессиональная и непрофессиональная косметика в условиях съемочного процесса, продолжайте смотреть. Итак, первой компанией для тестирования, для профессионального тестирования у нас была выбрана марка Artvisage. В противовес ей были выставлены несколько профессиональных косметических средств. Чтобы эксперимент был достаточно четкий и чистый, как вы уже видите, мы пригласили на съемку двух очень похожих девушек. Это не просто похожие девушки, это девушки практически с одинаковым типом кожи. Это близняшки Кристина и Люси. Нам очень повезло, что мы с ними познакомились и встретились, поэтому эксперимент будет достаточно чистый. Итак, мои дорогие, мы выбрали темой обыкновенный макияж для съемки, то есть очень пигментированные должны были быть оттенки. И учитывая, что в съемочном павильоне мы пользуемся не только натуральным естественным светом, при котором любой макияж будет выглядеть очень хорошо, но еще и профессиональным студийным. Что это значит? В каждой вспышке огромное количество света. Пусть это звучит смешно, но просто гигантское количество света обрушивается на лицо модели, когда ее фотографируют, потому что в съемочном павильоне задействован не один источник света. Очень часто это несколько источников света. Если посмотреть на мигнувшую вспышку, она просто вас ослепит. Представляете, какого плана должна быть косметика, какой плотности, чтобы не исчезнуть во всем этом. Раньше, кстати, когда я начинала, это был 2000 год, мы именно с этой проблемой сталкивались, потому что вроде бы при естественном свете все окей, а как только начинают работать вспышки, все, косметика умирает. Но это было давно, это было практически без малого, там 15 лет назад, 14 с половиной. Соответственно, как бы косметика профессиональная тогда вообще в нашем регионе даже не пахла, я живу в Сибири. Поэтому вот так. Сейчас мы делаем макияж для съемки. Пигментированные обязательно ярко окрашенные глаза, легкий оттенок на губах, по возможности выровненная кожа, легкий блеск, контурирование, небольшое количество румян, тушь, ну, в общем, все как обычно. Все это прекрасно знают, если вы хотя бы владеете какими-то небольшими азами макияжа. В общем, тема обычная, все как обычно. С чем и с какой проблемой столкнулась я. Вот весь мой косметический набор, который я использовала. Это не все продукты, я покажу вам еще. Но я перечислю, что из них интересно и что выполняет, какую функцию. Эту базу можно приобрести в компании Фаберлик. Она производством итальянского, называется Дебра, она достаточно дорогая. Но, пожалуй, это то, на чем не очень стоит экономить, когда речь идет о стойкости макияжа. Это BB крем. Лично мне в повседневной жизни он очень понравился. Понравился потому, что он совершенно не ощущается, его почти незаметно, у него много плюсов. Но, к сожалению, на съемке он повел себя совершенно неожиданно. Пудра и контурирующие румяна. Рассыпчатая пудра в оттенках 11 и 12. 11 и 12 оттенки. 11 серебристо, светло такой, беловатый. А 12 бронзово-золотой. Я бы так его назвала. Золото это 12, а ближе к серебристому оттенку это 11. Вот он, вау-эффект. Они блестят. Блестят, причем только в электрическом свете. При дневном, вы сами видели, они совершенно такие обычные, пудра да пудра. Вау-эффект и поблескивание будет только в том случае, если вы попадаете в электрический свет. Это румянаруто, которое можно также заказать через сайт Artvisage. Они у меня давно. Они очень экономные до дыр. Я не знаю, когда я их дотру, потому что я использую их только на съемках. Съемки они выдерживают окей. Более чем окей. Еще такой важный момент. Я за чистый эксперимент. Почему блогеры такие красивые? Почему они умеют пользоваться косметикой? Почему они выглядят так, а вы иначе? Итак, очень важная штучка и фишка. Улучшайзер. Либо база под тени. Как бы вы не пытались нанести тени просто на веко, та девочка или девушка, или женщина, которая сделает это с улучшайзером, а именно с базой, поверьте, будут глазки ее выглядеть намного ярче, чем ваши. Как бы вы ни старались, каким бы способом вы ни пытались нанести тени. Итак, очень важно. Улучшайзер. База под тени. Кремовые тени от Fares. Но я не использую их как кремовые тени, я использую их как базу. Стоит очень недорого, очень недорого. Но эффект, поверьте, если вы наложите макияж поверх вот этих кремовых теней, которые я использую в качестве базы, он и продержится, и будет ярче. Значительно. Я использовала 119 оттенок тени хайлайта. Я использовала 121 оттенок. Очень классный цвет. Небольшое количество золотых теней. 120 оттенок. И 103 оттенок угольные черные. Три мастхевные штучки. Специально для визажистов-новичков. Девочки, стоит недорого. Эффект замечательный. Главное, правильно всем этим пользоваться. Уметь пользоваться. Но об этом вы можете меня спросить, или я сниму какие-то ближайшие видео. В общем, вот такой эксперимент получился. В принципе, вам самим решать, что вам больше нравится. Плотная профессиональная косметика, с которой, на мой взгляд, девушка выглядит немного старше. То есть, она слишком плотная. Либо арт-визаж, либо найти какую-то золотую середину. Возможно, это истинно и есть. Потому что, скорее всего, нельзя найти все идеальные средства в одной марке. Но какую-то часть, значительную часть, вы можете выбрать по сегодняшнему видео. Всего хорошего. Пока.